Добрый день, уважаемые коллеги! Привет, уважаемые коллеги! Самый вебинар, обращаю ваше внимание, то есть тема сохраняется. Озвучит Юрий Николаевич Белоножкин. К сожалению, Татьяна опять у нас заболела. Вот, и у нас сегодня замена. Я думаю, что тем не менее тема от этого не пострадает. Сегодняшний вебинар очень популярный. Мы очень долго на него собирали народ. И в первый раз, и во второй раз. Я уже вижу, что уже почти превышен лимит комнаты. Ну, надеюсь, что сегодня все пройдет хорошо. Как всегда, несколько слов магических в начале. Вот перед вами в чате ссылка. Две ссылки. Первая ссылка ведет на наше расписание интерактивное, в котором вы можете подписаться на все вебинары, зарегистрироваться на все вебинары, которые будут в ближайшее время. И не только в ближайшее, а до июня 2018 года. А вторая ссылка, это ссылка на записи наших вебинаров. Это наш портал на YouTube, на котором размещаются записи вебинаров. Кстати, совсем недавно я разместил там уже 200-ю запись вебинара. Этот вебинар, если не изменяет память, у нас уже будет 203. Вот, и, соответственно, я сразу отвечаю на вопрос, будет ли запись. Да, запись будет, она на этом портале будет размещена обязательно. Ну и, как всегда, я хотел бы прорекламировать два следующих вебинара, которые состоятся на этой неделе завтра и послезавтра. Сейчас я дам сведения в чат. Первый из них. Завтра Сергей Снегирев проведет вебинар диалоговые тренажеры Branch Track. Обращаю ваше внимание, что Branch Track – это такой инструмент, который вошел в топ-200 инструментов для онлайн-обучения. Мировой список. Мировой список. Это не так часто случается. И второй мой скромный вебинар по нашему продукту, который называется «Артотека. Интерактивные путешествия в мир искусства». Это наш вебинар от Директ Медиа по нашему продукту. Ну, надеюсь, вам тоже понравится он. Итак, жду вас на наших вебинарах. А сейчас предоставляю слово Юрию Николаевичу для того, чтобы провести наш вебинар. Юрий Николаевич, слушаю вас. Спасибо, Павел. Добрый день, дорогие друзья. Татьяна Викторовна приболела. Но поскольку в хороших подразделениях, образовательных организациях, в хороших кафедрах, в хороших коллективах всегда есть замена. И поскольку даме не принято отказывать, сегодня с вами буду я. Но я буду использовать тот материал, ту структуру, которую приготовила Татьяна Викторовна для сегодняшней встречи. Те подарки, которые она хотела вам поведать, будут известны вам. Я очень прошу писать в чат ваши замечания по звуку, если они появятся. Надеюсь, меня хорошо слышно. Итак, первый вопрос, который я хочу вам задать, дорогие друзья. Готовы ли вы к тому, чтобы вы сами приняли участие в составлении формата содержания нашей встречи? Хотите ли вы выбрать ваши предпочтения методом голосования? Или мы будем вести сегодняшнюю встречу по тем некоторым уже известным инструментам, которые приготовили мы для вас с Татьяной? Если да, то давайте-ка начнем вот так. Насчет сертификатов я отсылаю эти вопросы Павлу Юрьевичу. Он обязательно вам ответит. Он уже, я знаю, собирает эти сведения и вам вышлет. А теперь, дорогие друзья, я хочу вам озвучить тот состав инструментов, которые сейчас я вам назову. И один из которых, пожалуйста, ну может быть два, пожалуйста, напишите, который вам хотелось бы в первую очередь сегодня послушать. Итак, я называю, готовьтесь, я вообще рекомендую взять листочек с бумагой и записывать. У нас будут сегодня практически некоторые задания и игры, и подарки. Итак, первое, что приготовила Татьяна, это создание 3D-обложек. Не называю, не показываю 3D-обложек, которые имитируют, создают образ некой книги. Даже, может быть, несуществующей. Второе, хотите ли вы посмотреть еще раз портал, получение бесплатных качественных изображений от Pixabay и посмотреть, как с ним работать. Следующий, онлайн-сервис для создания ментальных карт Миндомо. Надеюсь, все знают уже, что такое ментальные карты. Третье, что она предлагает, это работу с поплетами, это тоже ментальные карты, но называется поплет. Следующее, что она приготовила, это сервис H5P, во многом уже известный. Но там появились некоторые новинки, которые позволяют интегрировать виды учебной активности, создавать необычайные визуальные решения, причем тоже бесплатно. Все это бесплатно можно посмотреть. Сегодня вот на это она хотела обратить внимание. Следующее, что она приготовила сегодня для встречи, это описание системы Racketium. Создание быстрых, легких, но очень эффектных роликов, трейлеров для каких-то фильмов, каких-то конференций, каких-то вебинаров, выставок и так далее. Потом она предлагает посмотреть видео, вот эти вот захватывающие видео заставки тоже каким-то моментом, я о них тоже говорил. И, наконец, новинка, о которой тоже можно сегодня поговорить, это создание графических изображений на сервисе YoZine. Итак, я смотрю, что вы написали, еле попало на вебинар, здесь это не ко мне вопрос. Итак, для ментальных карт, я вижу, действуем по плану. Презентации, Галина Анатольевна, мы сегодня вам не представляем, мы будем работать живую в онлайн, в интерактивном режиме, без слайдов. Как будто мы сидим с вами рядом и мы смотрим действия на экране. Так, 3D, Racketium, графические изображения, по плану, для создания роликов, все интересно. Итак, друзья, Racketium я вижу частенько, 3D, 3D. Ну, давайте тогда мы будем учитывать и ваши пожелания. Но мне теперь, ну, слайдами сегодня многому не научишься. На статических картинках, картинка, дорогая Людмила Борисовна, многому не обучишь. Очень сложно, где нужно показать, посмотреть, как это все выходит. Слайды не обладают такой динамичностью и визуальностью. Итак, мы начинаем с 3D обложек. Они первыми стоят на плане Татьяны Викторовны, которая сегодня нас не смогла посетить. Но очень всем будет рада, если вы будете писать, задавать вопросы. И я открываю сейчас показ экрана. Итак, друзья, я сейчас показываю экран. Так, 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 минуточку. Вот. Идет демонстрация моего рабочего стола, и я показываю экран. Вот он, 3DCoverDesign.ru Если вы видите этот экран, напишите мне, да, чтобы я знал, что действительно трансляция экрана работает. Спасибо большое. Итак, друзья, я не знаю, что скажете вы в отношении вот этого сервиса, но когда я его увидел и показал еще в нашем Рособоркалхозе, наша профессиональная сетевая группа такая, мы готовим, ведем разработки, это был легкий шок и для меня, и для моих коллег. О чем идет речь? Оказывается, вот такие вот образы книжек, их нет, но их образы можно легко создать с помощью вот этого бесплатного сервиса. Что значит создать? Вы получаете изображение, передаете его кому надо, размещаете на своей страничке, но в том графическом виде, который нужен вам. Ну, например, шаблон 3D-коробки, в которой что-то лежит, какая-то игра, вы можете нажать на шаблон 3D-коробки, загрузить свою картинку. Сейчас я специально беру картинку, которая никак не соответствует ни по размеру, ни по чему, и вот загружаю ее вот сюда. Вторую картинку, торцевую часть, беру тоже совершенно не соответствующую требованию, ну, по геометрии. Вот, например, вот эту. Я эти картинки выбираю, но здесь обе картинки не того формата, не того расширения, нужно JPG, а не PDN. Ну, вот такую, например, вот JPG и торцевую тоже беру нужного правильного формата, ну, вот такую, например, а, это опять PDN, это не графический формат, это формат совершенно другого. Ну, вот, например, вот такую JPEG. Неправильного изображения. Обратите внимание, правильные размеры изображения указаны всегда здесь, поэтому, когда мы нажмем на создать 3D, мы получим вот такое, в чем-то хорошее, а в чем-то отвратительное решение. Мы увидим вот такую вот коробку, с объемной такой тенью, но на торцевой части вот это вот искажение. То есть вы поняли, что если правильно выбрать вот эти пропорции, вы можете получить точно такое же изображение. Ну, дальше покажу вам, как он может выглядеть. Например, из одной картинки без торцевой части вы можете создать такой свой шаблон со своей книгой. Для чего это нужно? Смотрите сами. Это, еще раз повторяю, быстрые и очень эффектные образы. Например, получить образ тетрадь на пружинки, какие-то чек-листы трехмерные, такие книжки. Ну, например, если вы решили создавать свой онлайн-магазин или реализуете свой цифровой товар, пособие, книгу, что угодно, но продаете ее не в бумажном виде, а вот так, в электронном виде, вы можете придать ей вот такой эстетический образ. На этом, пожалуй, я закончу про этот сервис. Он находится, давайте я вам скину ссылочку на него в наш чат. Прикольненько, интересненько, действительно экономит время. Так, я вам сейчас вот эту ссылочку дам. И я понял, что то, что приготовила для нас Татьяна, нам понравилась. Прикольненько. Вот, спасибо за то, что пишут свой не очень успешный опыт про макрос, фотошоп. Действительно, друзья, у нас мало времени. Мы понимаем, что есть очень хорошие, богатые инструменты. Мы хотим сделать все высоко, профессионально, но не всегда нам за это платят, не всегда у нас есть время, а вот такие вот сервисы помогают всем нам. Продолжаем тот набор решений, который приготовила нам Татьяна Викторовна. Это Pixabay. О нем уже не раз мы говорили. Возможно, многие слышали про что это такое. Но даже те, которые все это хорошо знают, вполне могут это забыть, во-первых. Во-вторых, лишний раз напомнить неплохо. Например, скоро Новый год, и нам хочется получить картиночки, обращая внимание, что вверху они все платные, а все остальное они же бесплатные. Наверху, конечно, получше. Их можно тоже увидеть, их можно даже скопировать в буфер, но они имеют вот такую вот защитную метку. На них везде посредине стоит вот этот текст, который будет, пока вы не заплатите, он будет мешаться. Ну, соответственно, я не рекомендую использовать такие вот копии картинок, поверх которых какой-то рекламный текст показывает. Это создаст нехороший момент, неудобный момент, когда кто-то подумает, что вы просто использовали незаконные изображения. А вот эти все изображения, которые вы видите здесь, они тоже качественные. Может быть, не такие красивые, да, но у них нет никакого вот этого водяного знака. Вы можете спокойно брать их и использовать в своих целях. Хорошо. Это Pixabay, который в Photoshop есть готовые экшены для коробок. Спасибо, Армину и Гайковна. Давно я не работал в Photoshop, и честно говоря. Наверное, это было тогда, когда я использовал пиратские версии. Да, было такое. Но сейчас у меня не хватает бюджета. Есть бюджет на другое, и я поэтому его не использую. Вот уже... Мне очень нравится, коллеги, что вы стали задавать вопросы и выдвигать предложения. Я сегодня хочу самому активному участнику сделать предложение. А может быть, таких будет несколько. Что именно будет за подарок, я объявлю чуть позже. Это от меня подарок. Точнее, от нас с Татьяной Викторовной. Подарок, который мы вам сегодня расскажем. Так, ссылку на Pixabay с удовольствием даю. С удовольствием даю, потому что я сам его иногда забываю. Пытаюсь вот найти картинку, какое-то время проходит, не пользуешься, и забываешь даже название. Pixabay. Итак, друзья, идем. Спасибо вам за ваши вопросы. Ну, это сервис, дорогие друзья, которого нет, но который случайно появился на экранчике. Я сейчас покажу его для вас. Быстренько покажу его для вас, чтобы заодно поздравить нашу коллегу, которую вы сейчас увидите на экране. Это будет очень быстро, но здесь один прием, тоже визуальный, графический, медийный, который очень легко делать. Итак, задание. Что для вас кажется здесь полезным и интересным для вашей практической работы? Поехали. Да, Pixabay это хранилище картинок. Итак, на экране выступает Наталья Юрьевна Бадыкина. Сегодня у нее юбилей, у нее совершеннолетие. Я поздравил ее с днем рождения и сказал, что она теперь может делать все, что ей хочется, как всем взрослым. Вот этот ролик я создал за 15 секунд. Вопрос к вам, дорогие зрители, что я здесь делал? Какое программирование или что я здесь применял, на ваш взгляд, при создании вот такой вот, ну, можно сказать, китчевой, невысокохудожественной продукции? Ну, она создает настроение, согласитесь. Что я здесь применил, на ваш взгляд? Для поздравления. Итак, ролик закончился. Я хочу снова показать мой экран. Это был вот этот сервис по... На самом деле, ну-ка, посмотрю на ваши. Да, совершенно верно, совершенно. Вы абсолютно точно поймали весь секрет этого детского сервиса, когда можно взять любую композицию, вот она загружается, добавлять сюда человека, просто добавляются фотографии. Тут есть такие немножко на грани возможного, но они вполне приличные. Здесь можно выбирать какие-то фотографии. И тут же ролик готов. Вот на экране я создал. То есть, этот сервис, JeepJob, Если кому нужно сделать какое-то поздравление, пришлите ваши фотографии, я сделаю этот JeepJob. Это мой дополнительный сюжет, который, который, вот видите, я дальше не буду показывать. Тут уже все понятно. Какой-то сюжет, я скажу вам, приличный. Вот я вам даю ссылочку, кому нужно, посмотрите. На Новый год поздравить сотрудников, поздравить коллег с Днем рождения, с каким-то праздником. Там еще масса других праздников, кроме Нового года. Клипы музыкальные. Можно сделать быстро. Вы знаете, какая-то проблема. Иногда поздравить сотрудников, что-то особое подарить. JeepJob платный. Да, действительно платный. Но я вам предлагаю, только вам, кому очень надо, пришлите мне парочку фотографий, я вам сделаю подарочек из того сюжета, который вы захотите бесплатно. Это наш вам подарок. Итак, идем дальше. Дорогие друзья, по плану. С Pixabay разобрались. Переходим к ментальным картам. Дорогие друзья, сейчас я хочу вас спросить. У меня к ментальным картам отношения, отношения неоднозначные. Я скажу сейчас, почему, друзья. Когда я работал с ментальными картами, как-то я уже говорил, на одном из вебинаров, мне казалось, я потрачу на это время и поражу всех своих сотрудников. Не получилось. То, что я в это вкладывал время, оказалось лучше всего для меня. Но, возможно, я ошибся. Вот я лучше понял какую-то проблему. Но так учебный материал, большой-большой такой длинный паук, он не получился. Вопрос к вам. Используете ли вы ментальные карты активно? Напишите плюс. Если вы не используете, не знаете, не любите, не хотите, напишите знак минус по ментальным картам и уже даже у некоторых два плюса. И так, у меня даже 5 плюсов у Натальи Николаевны не использую, но хотелось бы, да, да, да. Им тоже не нравится. И так, друзья, видите, какая непонятная реакция на ментальные карты. Была мода, когда очень где-то лет 8 назад, помню, появились ментальные карты, и очень много было публикаций, что это здорово и в учебных целях, и для аналитики, много-много чего было. Потом мода пропала, и мы сегодня их почти не слышим. Почти не слышим. Но время от времени. И так, Татьяна Викторовна считает, что для своих студентов не то, что считает, она информирует, она делится, она часто перечисляет, студентам нравится, для курсовых работ, для дипломных работ, есть нетривиальные схемы. Давайте-ка я открою, покажу на экране этот mindmod.com.ru Так, включу показ экрана. Надеюсь, мой экран хорошо видно. Так, вот многие любят, вот уже пошли. Еще и для гиф от небольших шоу. Мне нравится, что у нас пошел обмен мнениями. Видно, но теперь не слышно. Так, не слышно. Стоп, дорогие друзья, меня слышно, видно хорошо. Поставьте три плюса, если меня слышно, меня видно, и видно мой экран. спасибо. Три плюса. Меня слышно, видно, у кого чего-то не хватает, извините, это уже локальные какие-то сложности с интернетом. Замечательно, компания Mirapolis нас радует. Ничего не вешается. Было время, когда то звук летел, то еще что-то видно, нас услышали, и нам пошли на встречу. Спасибо. Итак, вот этот Миндомо, вот этот сервис, который рекомендуют, не потому, что он ей лично нравится, потому, что она использует в учебном процессе Татьяна Викторовна. Вот цены. Тут есть разные аккаунты. Вот смотрите, на одного пользователя за 6 месяцев нужно заплатить 36 евро. Это где-то 4200 рублей за 6 месяцев. Вот такова цена. Вот здесь возможности. То, что может быть. Но, да, там есть 24 шаблона карт, совместная работа над пользователями, приходит уведомление на почту, что если кто-то чего-то изменил, там есть резервное копирование, вставлять видео, аудиозаписи, гиперссылки, иконки, символы. Колоссальное количество. И на бесплатном тарифе, информирует нас, Татьяна Викторовна, есть возможность создавать до 3-х карт памяти. И тут делится с нами секретами. Удаляешь третью карту, которая уже не нужна, и у тебя опять появляется возможность создания новой ментальной карты. на счет вот этого сообщения, я подтверждаю, вот эти все компании, с кем я сталкивался, всегда возвращали деньги назад в течение обещанного строка. Это бывает и 60 дней, и 30, другое количество дней. То есть, можно, если не понравится, возвратить деньги назад, не волнуйтесь, абсолютно надежно идет возврат. Это я вам говорю, не бойтесь, попробовать можно. Я так часто пробую, уже говорил об этом на прошлой встрече. Ну что, друзья, про ментальные карты, как они создаются, я не знаю, может быть, и есть смысл рассказывать, что это такое, по-моему, уже все видели, что значит эти ментальные карты, вот они такие структурированные, хорошо строятся, интегрируются с некоторыми системами дистанционного обучения, вот это очень интересно, вот так они работают, но не буду сейчас рассказывать то, что не всем надо, не всем надо. Следующий сервис тоже связан с ментальными картами, это поплет, дорогие друзья, у меня, да вот, я тоже думаю, что уже все знают, да вот уже даже дистанционные курсы, средства когнитивного развития, ну просто шикарно, это просто шикарно, блоки с ключевыми словами, да, 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 видите, уже вы сами можете рассказать, а вот поплетка, о котором говорит Татьяна Викторовна, я не могу в него залогиниться, я не могу зайти, вот я с утра пораньше решил просмотреть, как он работает, не работает, вот стоит на месте, поэтому остается только посочувствовать тем, кто что-то там делал, ну я там не часто работал, когда мы создавали модели для ботов, вот там я работал в поплете, мне очень понравилось, вот для себя поплет очень хорошо, когда что-то хочешь выстроить, для какой-то сложной задачи, да, но вот видите какая оказывается сложность, поплет не работает, Татьяна Викторовна хвалит, что можно создавать бесплатно не более пяти карт, подписка три доллара ежемесячно, это где-то 180 рублей в месяц получается, 200 рублей в месяц, это не так уж и много, но сложновато бывает разобраться, как удалять ячейку, иногда интуитивно непонятно, хотя мне показалось, что интуитивно все очень легко, студенты прямо на занятии начинают рисовать, впервые познакомившись, Татьяна Викторовна хотела с вами прямо на занятии попробовать, но я не буду делать, но не работает, вот следующий инструмент друзья, это наверное не все, не все я думаю знают, сейчас мы посмотрим, речь о чем идет, посмотрю на ваши вопросы, вот уже и ролики есть, учебные, Павел Юрьевич очень много проводил, вообще замечательный у нас Павел Юрьевич, он колоссально провел количество занятий, именно по бесплатно, во-первых, сами занятия бесплатные, что заслуживает уважения, во-вторых, инструменты он старается находить бесплатные, но эффектные, это очень важная и тяжелая работа находить на то, что нужно педагогу, вот Павел Юрьевич мой друг делится с этим, а теперь посмотрим тоже один бесплатный инструмент, который я хочу спросить у вас, дорогие друзья, кто из вас не просто знает инструмент H5P, на который обращает внимание Татьяна Викторовна, но и применяет его хотя бы один раз что-то создал у себя в учебном процессе, есть ли таковые, я вижу так, у нас есть герой Даня Никита Вадимович три раза что-то делал, создавалось в основном видите нет, не применяло пока, вот, 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 единицы, я это чувствую, единицы применяют вот эти вещи, вопрос, вопрос, почему, почему, Татьяна Викторовна, некоторые коллеги там говорят, что-то здорово, это круто, кстати, это тоже бесплатно, почему не применяется, ну, давайте посмотрим на какие-то примеры, интерактивное видео, вот, кто из нас пример интерактивного видео, я скажу сразу, что здесь примеры английские, вот этот пример с черника, я переводил на русский язык, он у меня есть, но не буду показывать, что вы видели оригинал, вот, посмотрите, что такое интерактив, сейчас здесь играет ролик, вот здесь внизу какие-то показываются меточки, это не просто так, каждая меточка что-то вызывает, оп, появился интерактивный элемент, друзья, казалось бы, классно, очень хорошо, на самом деле поверх этого кино появился тест, вот он пример этого теста, какой тип ягоды это, блюбери или страубери, выберите правильный вариант ответа, клубника или черника, но если вы выбираете правильно, он напишет правильно, тут видите, показать решение, try again, вот это все можно, дорогие друзья, переводить спокойно, на русский или любой другой язык, создавать свои ролики, вместо черники вставлять все, что вы хотите, и делать классное интерактивное видео, казалось бы, здорово, его можно распахнуть во весь экран, его можно вставить в любую SDO, и не только в Moodle, но и Drupal, или WordPress, все работает, или даже просто на страничку блога, или какого-то чего-то, оно будет работать, таких примеров масса, у меня к вам вопрос, если так все хорошо, дорогие друзья, и вот эти интерактивные вопросики возникают, и я скажу, даже более того, для продвинутых, вот видите, фильм остановился, нужно выбрать правильный вариант ответа, то ли струберрис, то ли куки, то ли блюберрис, то ли милк, это составные части, видите, какая интересная система тестирования, нужно выбрать правильный состав ответов, и нажать чек для проверки, тут же показывается правильно, неправильно, не обращайте внимания, что тут все на английском, это легко делается и на русском, я проверял, вопрос 5P, сервис для создания интерактивного видео, там еще другие чудеса есть, просто невероятные, почему мы их не знаем, вот посмотрите, какая здесь задумана хитрая стратегия, вернись обратно и посмотри инструкцию заново, это же классно, это же полный интерактивный цикл, управляемый цикл обучения, пока не научишься, не поймешь, не иди дальше, а свой крепко, хорошо, все, потом иди, вот такой замысел этого демо-ролика, на самом деле там очень хорошая логика, мощная логика, далее, здесь есть, вот я нажал, ой, он скачет, я нажал на этот флажок, он показал мне оглавление, букмарк, оглавление, меточки, логические меточки, вот это рецепт, вот это приготовление, вот это смесь, вот это обработка, друзья, это же классный интерактивный инструмент, который можно легко интегрировать, вот смотрите, кто, кто хоть чуть-чуть знает программирование, чуть-чуть, кто знает, что такое имбед, или фреймы, или вставки на страничку, можно вот прям взять этот готовый фрейм, вставить свой моду, или на блок, или куда угодно, и он будет строен, идеально работать, никакого труда не надо, почему вы считаете, мы так мало знаем, и так мало применяем, ну, друзья, познакомиться поближе на русском, во-первых, на русском его нет, во-вторых, если вы поищите в гугле, вы наверняка, в том числе и я часто публиковал про H5, и вот этот ролик, я на русском языке делал, почему, почему, во-первых, да, мы говорим, сейчас можно перевести с помощью гугла что угодно, действительно, можно перевести, вот этот текст будет на русском, так, вот интересная версия, да, он поддерживает русский контент элементарно, русский, армянский, какой хотите, грузинский, еврейский, любой свой контент вставляете, он будет идеально все работать, айспринг бывает достаточно и для видео, и для тестирования можно передать в Moodle, спасибо, Сергей Иванович, H5P очень горд тем, я писал об этом в группе профи до где-то полгода назад, что результаты тестирования из H5P, они переходят в журнал оценок и в Moodle, это классно, студент, ученик, выполнил интерактивное задание с видео, тут же его оценочки попадают в журнал оценок, это круто, и не только в Moodle, то есть не только айспринг может этим гордиться, я очень уважаю айспринг, кто его разработал, вообще это самый лучший продукт своей категории в мире, разработанный вишкар-эли, я согласен, это бесплатные продукты, тоже работают, единственное, что он, так почему так мало его используют, вот, вот, я не только армянский, понимаю, и другие языки, понимаю, но тебе не нравится работать с языками, а вот то, что пишет Валерия Сергеевна, это, друзья, правильно, очень много, у нас нету времени, вот, брать, это на самом деле, вот, можно, можно взять, вот это вот, загрузить, download, и все это сделать, но времени, дорогие друзья, нету, за исключением, если нам хорошо платят, если этого нет, тратить время на вот эти вещи, вы вряд ли сможете, ну, давайте посмотрим, какие там еще есть, просто, просто для сведения, какие там есть, примеры еще, ну, например, Татьяне Викторовне, хотелось обратить внимание на, пример, тут есть и таймлайны, и много чего, ну, не такие шикарные таймлайны, сразу скажу, которые делает, Павел Юрич Калиников, показывает, у него там просто шедевры, художественные, да, работают, тут тоже можно создать, и тоже можно ставить, я сам пробовал, зато вот, пример, ну, вот, неплохо работает, Image Hotspots, вы, какое-то изображение, карту, там, или что-то еще, на ней какие-то точки, кликаете, и по ним появляются, какие-то пояснения, вот это, кстати, легко делается, даже видео можно вставлять, вот такие интерактивные инструкции, вот это, друзья, делается легко, закрою, вот этот, видео и текст, и, 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 пример, с разделением, с разделением, картинок, очень, 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 легко, делается, так, я что-то не вижу, этот, пример, с разделением, так, аккордеон, например, я не рекомендую, есть, лучшие инструменты, там плохо, раздвигающиеся картинки, вот это, вот я вам сейчас, а, вот, вот это, вот, игрушечка, вот это, она хотела вам показать, мне тоже очень нравится, вот это, карта, территорий до затопления, это после затопления, и вот здесь посредине, вот такой движок, и вы можете, показывать ученикам, или сами себе, какую-то часть, до и после, делается, элементарно, но очень просто, это не тест, это просто, интерактивная графика, есть примеры, того же самого, и с космосом, вот давайте, следующий пример, посмотрим, я тоже тебе пример, вот, пожалуйста, какая-то точка, в галактике, до, какого-то события, космического взрыва, и после, вот, вот такое, вот, ну, очень интересно, давайте, еще какие-то, река, в разное время суток, замечательно, управление время, закрываем этот пример, посмотрю, что у вас там, для опросов, для опросов, ну, друзья, по опросам, очень много у нас, инструментов, хорошо, хорошо, идем дальше, что нам предлагается дальше, итак, друзья, переходим, наконец, тяжелой артиллерии, и, внимание, здесь вы можете получить подарок, друзья, вот этот инструмент стоит денег, если до этого мы говорили, что бесплатно, и так далее, вот здесь, вы приготовились к тому, что это стоит 400 долларов в год, это свыше 20 тысяч рублей, за год, что это такое, давайте-ка я вам покажу, пример, пример, как это работает, так, 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 сейчас посмотрим, возможно, вы это уже видели, итак, ссылка на аккордеон, друзья, да, друзья, значит, смотрите, вот я вам сейчас даю, ссылочку на H5P, всю галерею, там и аккордеон есть, и все остальное, очень долго их перечислять, посмотрите сами, вы точно получите для себя подарок, сами себе его сделайте, но, если у вас чего-то не получится, обращайтесь к нам, мы вам подскажем, мы не будем вас учить фундаментально, но простые вещи мы вам подскажем, а теперь смотрим, например, ракетю, то, что делает, вот скажу сразу, те из вас, которые сегодня, тот из вас, который сегодня, получит, приз, за самый интересный вопрос, за активность, за участие, тот получит право, здесь создавать, свои фирмы, в течение, так у нас, в течение 6 месяцев, 6 месяцев, смотрите, о чем идет речь, показываю пример, нашей коллеги, посмотрите, что здесь есть ценного, возможно, вы это уже видели, и так, это трейлер, это какая-то история, это то, что должно захватить внимание, посмотрите, за счет чего формируется этот эффект внимания, почему он возникает, кто придумал, кто придумал, мне уже говорят, говори тише, говори спокойнее, это захватывает, друзья, посмотрите, что происходит, вот эта смена сцен, вот это вот, то, что, создает некую интригу, то, что не требует, никакого программирования, при создании, вот этого ролика, то, что, не требует, покупки, каких-то музыкальных, произведений, для использования, вот это, бесплатное все, и музыкальное, воспроизведение, и изображение, это все, бесплатно, но здесь, есть история, здесь, есть сюжет, который создает, и который, притягивает, к себе, колоссальное внимание, за счет, чего, почему, это работает, вот это, к вам вопрос, да, 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 это происходит, на наших глазах, за счет, чего, почему, это работает, это сделал, один человек, без студии, без сценаристов, без продюсеров, без каких-то программ, без специальной подготовки, и такие примеры, еще есть, когда-то работает, почему это работает, это трейлер, друзья, это не презентация, это трейлер, это ролик, который должен, захватить внимание, за короткое время, который должен, что-то, сделать, какое-то действие, должен быть у зрителя, здорово, друзья, а теперь, на эту библиотеку, которая, была рекомендована, посмотрите, что это такое, это, друзья, инструмент, который, еще раз говорю, стоит 400 долларов, в год, и который, вы можете получить, у нас, как подарок, кто-то из вас, он имеет, функцию, вот, скачать, просмотреть, вот, я сейчас, сейчас покажу, пример, тоже, моей ученицы, которая, сделала для своего, онлайн-курса, она не аниматор, она прошла обучение, в течение одного часа, и создала, сейчас, вы музыку, не слышите, там, тоже есть музыка, вот, такой сюжет у нее, здесь, она тоже, здесь, она тоже, создает, некий стимул, видите, в конце призыв, учитесь, вместе с нами, вот, еще, пример, еще, пример, тоже, моей ученицы, здесь, другой сюжет, связанный, с дополнительным обучением, школьников, в онлайн, и тоже, какая-то, история, история продуманная, история оформленная, на самом деле, это набор, текстов, видео, графики, в том числе, включаясь, Pixabay, он тут, кстати, устроенный, в этом инструменте, прям тут же, можно все находить, анимационных эффектов, наборов музыкальных, тематических решений, лицензионных, бесплатных, их надо покупать, они уже здесь оплачены, автоматическая ссылка на авторов музыкальных произведений, графических изображений, все это автоматически здесь уже встроено, и плюс секрет, это уметь создавать сценарий, вот этот секрет, знаю я, я обучаю, и не только я, и мои ученики уже знают, как эти сценарии строятся, вот это вы можете получить, всего лишь, один из вас сегодня получит, бесплатно, за самый лучший вопрос, и дискуссию, остальные могут приобрести, за всего лишь, одну тысячу рублей, вместо двух, в течение этого года, скидка действует, акция действует, до конца этого года, пожалуйста, если вам это надо, обращайтесь, и вы получите легальный доступ к этим сервисам, вы сделаете еще лучше, вот тут другие примеры есть, тоже моя ученица, она работает в сфере управления недвижимостью, она консультант, и она захотела создать свое решение, она его создала, я не знаю, насколько ей было это полезно в бизнесе, это не мой вопрос, я решил свою задачу, я предоставил, и вот такое решение, этот сюжет очень напряженный, очень драматичный, очень интересный, таких сюжетов у нас несколько, в том числе, и даже ко дню победы, я создавал, вот в том году, вот такие решения, это трогает за душу, я сам смотрю, меня это трогает, там звук, там музыка, там авторский текст, просто шикарный, пожалуйста, обращайтесь, а, не вижу, ой, друзья, я, 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 извините, я, я еще раз покажу, извините, еще раз, я все понял, вот эти ролики, вот плохо иметь, один монитор, я смотрю, не туда, сейчас, 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 вот, вот эта система, вот эта система ракетил, вот, вот, один пример ролика, который, который, был создан, одним из авторов, я уже сейчас, не буду показывать, сверну, вот этот ролик, был создан, в сфере, управления, недвижимостью, моей ученицы, не показываю, не показываю, не показываю, не показываю звук, итак, здесь есть, действительно, повторюсь, набор текстов, графики, видео, в основном, здесь есть поиск, машина, набираешь любое слово, и он тут же находит тебе, или видео, или изображение, причем, даже на русском языке, можно сделать поиск, он находит, и в этом инструменте, он его дает, здесь есть набор анимаций, шрифтов, визуальных, анимационных эффектов, музыки, которая, здесь, уже, автоматически, предлагается, вот такие, вот, сюжеты, дорогие, друзья, вот, это, про 9 мая, я, забыл, что не показывал вам свой экран, не то, что забыл, не заметил, и так, видите ли вы сейчас на экране, на экране изображение, так, Adobe Author, Adobe Author, хорошо, тут я увидел реплику про Adobe Author, друзья, Adobe Author, это много ручной работы, те, которые, да, молодцы, я отношусь с уважением, но вот то, что здесь делается, может делать любой, даже ребенок, вот то, что вы сейчас видите на экране, там, на самом деле, очень романтичный текст, жесткая такая, музыка, интересная, все это подобрано, я сейчас не озвучиваю, вот это все, есть система, ракетю, еще раз повторю, тысяча рублей, вместо двух, до конца этого года, вы получаете полноценный доступ, к этим возможностям, к этим сервисам, о которых я сейчас уже не буду подробно рассказывать, хотя и могу рассказать все по шагам. Так, что значит нет, что значит нет, так, что значит нет, и так, друзья, про ракетю, про ракетю, скажите, пожалуйста, ракетю, всем ли понятно, для чего он нужен, что это для создания трейлеров, для создания коротких, захватывающих роликов, предназначенных для захвата внимания, так, ну, все хорошо, все понятно, отлично, что понятно, и так, вот этот ракетю, мы с вами рассмотрели, ну, рассмотрели не с точки зрения построения, с точки зрения итогового решения, и оценки полезности, на наш взгляд, это полезно, это захватывает, для чего оно полезно, смотрите сам, я сейчас не спрашиваю, то ли вы физику преподаете, то ли вы проводите, конференцию, и хотите привлечь внимание, то ли вы проводите набор, на какой-то курс, и хотите туда привлечь, это уже я не спрашиваю, вы сами решайте, что вы там хотите, а теперь я открываю экран, к следующему, к следующему, это было ракетю, а теперь, друзья, по плану у нас, видео, возможно, те, кто ходил на мои, так, ссылочку, ссылочку, даю ссылочку, друзья, пожалуйста, даю ссылочку, на ракетю, кто хочет приобрести, за 400 долларов, кстати, там есть и бесплатная версия, действительно, там есть бесплатная версия, ограниченная, пожалуйста, пробуйте, у вас там будет, вставлен логотип компании, который никак не убрать, там будут ограниченные возможности, эффекты, музыка, и так далее, все будет меньше, ну, попробовать и что-то создать можно, получиться попробовать вполне можно, а вот все остальное, пожалуйста, всего лишь за тысячу, а не 24 тысячи рублей, и так, то есть, экономим в 24 раза, и так, следующий инструмент, это видео, скажите, пожалуйста, кто сейчас, кто сейчас, здесь слышит, можно откусить, Павел Юрьевич, да, его можно накрыть, какой-то заплаткой, я согласен, можно в Камтазии, его хорошо, вы этого не сказали, это я сказал, его можно чем-то там, да, 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 я согласен, но функционал, функционал будет ограниченный, и так, друзья, спасибо за вашу активность, так, 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 теперь, скажите, пожалуйста, кто видел, что такое видео, слышал раньше от меня, или от кого-то, вот он сейчас, на экране есть, вот этот видео, видео, звучит как-то вот, вроде как с ошибкой, на самом деле, это действительно, такого слова нету в мире, это искаженное от видео, какое-то там, волшебство, так, 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 нет, все-таки кто-то слышал, кто-то слышал, ну, что, друзья, видимо, это был, наверное, я, потому что, я не помню, чтобы, чтобы, где-то, кто-то, о нем вообще, когда-то упоминал, сейчас, я показываю вам экранчик, где уже закончена, итоговая часть, и можно скачать готовый файл, я, оп, готовый файл, так, он уже, не скачивается, это я еще, со вчерашнего дня, делал, так, нет, скачивается, вот, друзья, я сейчас показываю вам, у нас же все практика, мы, не говорим о теории, мы говорим, что мы знаем теорию, мы превращаем ее в практику, и вот, сейчас, я могу скачать, готовый продукт, себе, в компьютер, в этой программе, в этом сервисе, и получить следующее, я могу, его посмотреть, но вы, наверное, их, эти продукты, уже видели, давайте посмотрим, как это работает, итак, друзья, видео, да, отлично, спасибо, посмотрите, пожалуйста, на мой экран, надеюсь, вы видите, видите ли вы мой экран, друзья, ссылку на видео, еще раз даю, так, так, видите, видите, вы меня видите и слышите, вот сейчас мы с вами совершаем, некую чудесную процедуру, я рисую на экране, мы видим, рассказываю, секреты, как это делается, чудесно, на экране сидят актеры, ну, мы это знаем, что это актеры, зрители этого не знают, эти актеры, на столе, рассматривай, эти актеры, ух ты, ух ты, ух ты, еще раз, так, еще раз, я не то, нечаянно закрыт, рассматриваю какие-то документы, вместо этих документов, можно ставить свои картинки, и эти картинки, будут, будут показываться, так, давайте я покажу, что это такое в результате, да, вот, покажу, сейчас на экране, вы видите результат, вы, звук не слышите, я его убрал, там музыка тоже хорошая, видите ли вы этих людей на экране, да, да, вот, они, изучают какие-то документы, причем, не а вы какие, а те, которые я им сказал, какой-то заголовочек, еще какой-то заголовочек, еще какой-то, еще, вот эти все картинки, ну, вот это вот мой брак, это можно было избежать, а вот, еще картинки, они изучают какие-то документы, которые я хотел, или вы захотите, если вы станете пользователем этой системы, в чем эффект, в чем эффект, эффект в том, Что? Зритель заражается ситуацией, что люди что-то обсуждают. В это время играет определенная тематическая рецензионная музыка, не надо бояться, что она будет пиратская. Вот что такое видео на одном из примеров. Что требуется от автора этого ролика? Первое, выбрать подходящий сюжет. Вот эти актеры что-то делают. Второе, подготовить вот эти картинки. Все. Дальше все делает система. Никаких там знаний программирования. Я понимаю, что да, это возможно вульгарно. Возможно кто-то скажет, что это не шедевр. Это не художественно. Но оно работает, оно делается быстро и оно недорого. Вот это решение недорого. Давайте посмотрим этот видео еще раз. Вот здесь я выбрал построитель с альфа-каналами. Я подвел мышку. Происходит, видите, кто знает, что такое хромакей, происходит разрыв какой-то стены, какой-то текст. Скоро наступит событие. И вместо вот этих текстов пишите вы свое. Вот это вот другая ситуация. Тоже альфа-канал с полупрозрачным эффектом, который вы вставляете не всегда в начале ролика, а где-то посредине. Да, да, друзья, да, Юлия Андреевна, это, это завораживает. Это уже не просто пауэрпойнт. Это чудо. Или вот такая вот переходная, где вместо видео появляется школа номер 15 города Москвы. Или какой-то текст, какой-то логотипчик, какой-то переход. Смотрите в нашем следующем сюжете. Такая перебивка называется. Вот эти вот эффекты с такими текстами, вот с такими подписями, или вот такие подписи. Это все делается элементарно. Или вот концовки. Подпишитесь на наш канал. В конце появляется на прозрачном фоне вот такая заставка. Давайте посмотрим еще эти лайф-экшен. Это уже ситуации. Вот посмотрите. Это уже, наверное, показывал. Да, кто-то уже видел. Вот эти актеры обсуждают какое-то произведение, что состоится новогодний праздник и конкурс среди учащихся или студентов на какую-то тему, посвященную тому-то. И плакат вот изображен на этом фоне. Вместо вот этой картины они хлопают вот этому плакату, который вы разместите. Ну и так далее. Уже здесь ваша фантазия подсказывает, что угодно. Вы поняли, что такое видео, дорогие друзья. У нас с вами заканчивается 60 минут активной встречи. А дальше что? Заманчиво. Ага. А дальше что? Ну что значит, что дальше? Что дальше? Я не понял вопрос. А дальше уже непосредственно сам фильм. Если вот это вот какая-то интрига, которую вы хотите, сейчас я скажу по секрету, весь мир бьется, вся экономика построена на захвате внимания. Почему это секрет? Потому что мы до сих пор живем старыми представлениями, старыми пониманиями, что продается, что покупается. Нет, друзья. Внимание сегодня самое дорогое. Внимание близких, внимание друзей, внимание покупателей. Уже никто не смотрит на старые какие-то обращения, на старые инструменты. Сейчас, внимание, вот этот ролик, он должен захватить внимание, чтобы что-то дальше показать. Что еще я хочу вам сообщить по нашему плану? Пожалуй, вот еще скажу то, о чем не говорил. Это YoZine. YoZine. Вы помните вот эти плакаты для роликов, которые были с какими-то изображениями? Сейчас я вам покажу. Да, вот это изображение. Друзья, это еще один элемент захвата внимания. Это заставка, которая может быть сделана, прошу прощения, в разных графических инструментах, по-разному. Сейчас я покажу вам один из таких инструментов под названием YoZine. Здесь есть текст, элемент графики, различные фигуры я вам показываю, фотография, из которой состоит. Все это можно отменить назад. Такая композиция строится. Это все, во-первых, был шаблон. Шаблон, приготовленный под YouTube, дорогие друзья. Вы знаете, есть YouTube, есть Facebook, в YouTube есть такие элементы. Давайте покажу вам тот же YouTube. У него есть и картинка для канала своего размера, и иконка своего размера, заставка на ролик. Все своего размера. Друзья, сразу, сразу готовится в шаблон того, что вам надо. Если вы используете Facebook, вы сразу видите различные готовые шаблоны размеров. Например, фотография профиля в Facebook, фото для шапки в Facebook, для шапки группы в Facebook, объявления события в календаре в Facebook и так далее. То есть все вот эти готовые шаблоны, они занимают кучу времени, это надо знать или помнить, или искать в Google. Тут уже все есть. И плюс еще сами готовые вот эти изображения. В конце покажу, как работать с графикой. Вот, например, этот заголовок, который здесь есть. Кстати, смотрите, как легко его можно масштабировать. Видите, не надо там размер. Можно даже его пропорции вот так вот, видите, менять. Кто понимает, это хорошо. Кто не понимает, просто смотрите, как это делается. И мотайте на ус. И вот здесь уже я покажу волшебную палочку, вот эту вот. Включить бордер. Только не черный, а, к примеру, желтый, вот такой бордюрчик. У которого можно сделать такую подсветочку. Как сразу играет восприятие текста. Сразу мы видим изменения. Дальше мы можем добавить блюр, но это если что-то мы хотим там вдалеке показать. Блюр. Нам это здесь не надо. Выключаем. Можно добавить тень. Причем определенного цвета, определенной глубины и цвет. И текст становится емким. Можно поменять дистанцию от этого текста, сделать источник света более далеким. Его направление. Это, конечно, не надо долго делать, друзья. Это должно делаться быстро. Мой совет написал, вставил 2-3 каких-то эффекта. Но ты должен чувствовать, что это читается. Далее здесь я вставил элемент продолжительности ролика. Вот так. Это не я придумал, друзья. Это я взял все из готового шаблона. И в конце написал вот этот вот текст, который отображает принадлежность к какому-то сообществу. Вот это я сделал все, друзья. Вы скажете, куча времени. Нет. Это делается быстро. И вот этот сервис YoZine, который я вам здесь показал, я тоже сообщаю, что он не бесплатный, к сожалению, друзья. Он не бесплатный. Но если кому надо срочно что-то помочь, вы можете к нам обратиться. Мы вам поможем. Посмотрю на ваши вопросы, которые возникли по ходу нашего вебинара. Спасибо. У него, у меня загрузился. Да, да, да. Слишком. Конечно. Вот тут уже я, конечно, перебрал. Перебрал с этим контрастом. Тут надо потоньше. Спасибо вам, друзья. Так, я этот YoZine вам даю. Я его не рекламирую. Я просто информирую, что если кому-то что-то потребуется такое подобное сделать. Так, на какие вопросы, друзья, я не ответил. Спасибо вам за ваши благодарности. Спасибо вам за вопросы. А теперь я хочу переключить режим. И посмотреть, объявить, кто у нас сегодня. Так, про Бабыкину ролик видели. Надеюсь, запомнили. Это JeepJab тоже вам понравился. Скоро Новый год тоже есть. А теперь посмотрю, кто у нас сегодня получит награду. Вот я смотрю на наш чат. Кто у нас сегодня получит награду на ракете. И все затаили дыхание. Кто получит вкусную конфету. Так, итак, с учетом сегодняшней активности. И не только сегодняшней, потому что я уже многих из вас вижу здесь не в первый раз. Я вручаю вкусную конфету на пользование системой, и не только пользование, но и мое консультирование в течение 20 минут. Я за 20 минут научу, как это будет работать. Я хочу вручить, дорогой Аджарян Арминуи Гайковни. Хинтрэм, дорогая Арминуи Гайковна, обращайтесь ко мне, пишите мне, обращайтесь через Google, через что хотите. Меня очень легко найти. Я вам за вашу активность, за вашу любовь к онлайн технологиям, за ваш здравый подход ко всему, что у нас происходит, вручаю этот новогодний подарок. Спасибо вам, дорогие друзья. Приходите к нам еще. Что это будете вы? Почему вы знали? Я не знал, кто будет. Здесь было много очень звездочек, которые блестящие. Но я учел еще и предыдущую колоссальную активность в таком струнестремленном ключе. Спасибо, друзья, за то, что вы с нами. Если больше, жаль, что платно, не для нашего образования. Ольга Анатольевна, не печальтесь, обратитесь ко мне, и я вам подыщу что-то бесплатное. Для того, что именно вам захотелось. Именно вам. Я вам сделаю подарок, не волнуйтесь. Так, спасибо, друзья, спасибо вам за ваше участие, что вы были с нами. Не болейте. Мы всегда рады вас видеть. Приходите к нам еще. Павел Юрьевич, я заканчиваю. У меня уже время закончилось. Мне кажется, я успел изложить. И надеюсь, почти все было без боев в этот раз. Почти все было без боев. Да. Коллеги, я думаю, что Юрий Николаевич блестяще справился с заменой Татьяны на сегодняшнем вебинаре. Думаю, что вы остались не в накладе. Все было здорово. Спасибо, что вы получили сегодня большую и хорошую информацию по вот этим вот сервисам. Оставайтесь с нами. Приходите на наши будущие вебинары. Если есть проблемы, пишите мне. Я свой адрес привел где-то в чате наверху. Ну, надеюсь, меня тоже достаточно просто найти. Если надо, обращайтесь. Ну что ж, коллеги, всем всего хорошего. До нашего завтрашнего вебинара. Продолжение следует...